Здравствуйте! Сегодня понедельник, 2 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Кровозащитники рекомендуют военнообязанным россиянам, не желающим попасть на войну в Украине, не подписывать даже краткосрочные контракты с Министерством обороны. На парламентских выборах в Словакии победила партия, выступающая против продолжения военной поддержки Украины. В Варшаве состоялась акция оппозиции, возможно, самая массовая в истории столицы Польши. Также сегодня. Поясняется, что у нас Варданян — это не человек, который для российской элиты отмывал деньги и был личным финансистом. А это у нас филантропы и, оказывается, благотворитель. Но как бы состоит вопрос, откуда деньги. Кто такой бизнесмен Рубен Варданян, арестованный азербайджанскими властями при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению? Главным событием, связанным с продолжающейся войной в Украине, стало сегодня начало осеннего призыва на срочную военную службу в соответствии с указом Владимира Путина, подписанным на прошлой неделе. Еще в начале боевых действий в Украине Путин, как известно, отдал распоряжение не отправлять срочников на фронт. Это распоряжение неоднократно нарушалось. Кроме того, сейчас срочников часто отправляют служить в Крым и на другие оккупированные территории Украины, а также в приграничные с Украиной регионы России, которые регулярно подвергаются обстрелам и ударам беспилотников, что уже привело к жертвам среди военнослужащих срочной службы. Еще одна особенность осеннего призыва в этом году – многим срочникам практически сразу предлагают заключить контракт с Министерством обороны, обещая солидные денежные выплаты. Но те, кто подписал контракт, могут быть сразу отправлены в зону боевых действий уже как профессиональные военнослужащие. Дарья Берк, руководитель отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом», который помогает избежать мобилизации, предупреждает. Если вы уже находитесь на срочной службе, во-первых, вы в любом случае можете подавать рапорт на альтернативную гражданскую службу. А вот сделать так, чтобы вас куда-то не отправили, крайне проблематично. Сейчас огромное количество вариантов для взяток. Вот этот черный такой рынок в зоне Минобороны, он всегда присутствовал, но сейчас он цветет и пахнет. Поэтому вполне возможно получится за взятку отказаться от какой-то командировки. Но я бы на это не рассчитывала. В первую очередь я бы, конечно, делала так, чтобы либо вернуться домой, либо просто не попасть на срочную службу. Еще я хочу отдельно отметить то, что мы сейчас наблюдаем в «Идите лесом». Нам каждый день пишут люди, в том числе срочники и законные представители, родственники срочников, которых заставляют подписывать контракты, потому что теперь это стало возможно с первого дня вашей срочной службы. Здесь мне хочется сказать несколько вещей. Первое – это то, что вы не обязаны подписывать контракт, или ваш родственник, который находится на срочной службе, не обязан подписывать контракт, что бы ему ни говорили. Люди очень хорошо умеют манипулировать. Это профессиональные такие манипуляторщики, которые заставляют молодых парней, совсем еще мальчишек часто, из-за стыда, из-за денег, из-за чего-то еще подписывать контракты. Это очень опасно, потому что сразу после этого вы как раз-таки можете оказаться в зоне боевых действий. И, собственно, это для этого и делается. Для того, чтобы вы подписали контракт как можно скорее и вас отправить на войну, на убой. Второе, что мне хочется сказать, это то, что никакие деньги не стоят того, чтобы умирать. И самое главное, что огромное количество людей, которые к нам обращаются, удивляются, что оказывается они теперь не могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Или даже вот у меня в контракте стоял только год службы, или два года службы, или три года службы. Почему я не могу расторгнуть контракт и уйти? Потому что с начала мобилизации был подписан указ о том, что невозможно расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И теперь расторгнуть контракт может только Минобороны. Поэтому даже если вам обещают замечательные деньги, отличное место, быстрый контракт на год, это неправда. Сейчас мы каждый день сталкиваемся с людьми, которые были уверены, что вот их контракт сейчас истекает, но их никуда не выпускают, потому что контракт становится бессрочным на время, пока не закончится война или пока не выйдет какой-то дополнительный указ. Этого мы не видим, чтобы выходил какой-то дополнительный указ, ну а война все еще идет. Поэтому ни в коем случае нельзя заключать контракты, потому что вы, по сути, подписывая контракт, находитесь в рабстве у Минобороны. И пока вам этот контракт не расторгнут, вы никуда не денетесь. Вам придется служить, либо дезертировать. Дезертировать – это уже уголовная ответственность, хотя таких случаев у нас тоже много. Мы с дезертирами тоже работаем. Но, тем не менее, по-моему, намного проще этот контракт не подписывать в военкомат, не ходить по повесткам, не являться, ну и обязательно обращаться к правозащитникам для того, чтобы простроить стратегию вашего поведения в вашей конкретной ситуации. В основном давят, что типа вот пора Родину защищать, вот Родина тебе все дала, теперь надо отдавать долги, срочная служба – это для сопляков, а настоящий мужик, он идет типа воевать. Плюс, конечно, деньги, деньги большие, деньги существенные, мы все это прекрасно понимаем. Но мне кажется, никакие деньги не стоят собственной жизни, не стоят жизни других людей. Тут, мне кажется, у каждого здравомыслящего человека не останется никаких вопросов. Поэтому не ходите на войну, не убивайте других людей. Это была руководитель отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом», который помогает избежать мобилизации, Дарья Берг. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. На выборах в Словакии, прошедших в субботу, победила партия «Курс» «Словацкая социал-демократия». Ее лидер Роберт Фитца уже дважды занимал пост премьер-министра Словакии ранее. Он выступает категорически против военной поддержки Украины и за ужесточение борьбы с нелегальной миграцией. По данным словацких средств массовой информации, вероятнее всего в новую коалицию в Словакии войдут кроме партии Фитца также «Голос» во главе с его бывшим соратником, тоже экс-премьером Петером Пелегрини. И выступающая с националистических и пророссийских позиций «Словацкая национальная партия, преодолевшая, как и еще шесть политических субъектов, пятипроцентный барьер». Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной Европы, историко-политолог Ярослав Шимов. Ярослав, я думаю, наших слушателей прежде всего, если говорить об итогах выборов в Словакии, будет интересовать вопрос, как эти итоги скажутся на оказании помощи Словакии Украине. Что вы думаете по этому поводу? Ну, если Роберту Фитцу удастся сформировать новую правящую коалицию, а шансы на это весьма велики, то он, я думаю, будет следовать тому, что говорил в ходе предвыборной кампании, а там звучали фразы типа «ни одного патрона Украине». То есть он выступает за прекращение военной помощи Киеву при сохранении гуманитарной помощи. В общем-то, учитывая, что его партнеры по коалиции, возможно, это словацкая национальная партия и партия «Голос», которая состоит, собственно, из бывших членов его партии, самого Фитца, которые откололись от нее три года назад, в общем, придерживаются, ну, примерно таких же взглядов, то да, я не исключаю того, что в этой части, в части оказания военной помощи Украине, Словакия действительно перестанет такую помощь оказывать. И, в общем, Фитца подтвердила это на своей первой послевыборной пресс-конференции, когда произнес такую фразу, которая тоже многих, ну, кого приятно, кого неприятно, потрясла. У словацких граждан есть проблемы поважнее Украины, и я намерен заниматься в первую очередь этими проблемами. Ну, вы считаете, что это отражает настроение в словацком обществе сейчас? Частично. То есть там, если верить опросам, которые касались отношения к войне в Украине, там, в общем, примерно равное количество граждан либо согласны с Фитца, или, наоборот, не согласны и выступают за продолжение помощи Украине, включая военную. Так что это раскол. А учитывая, что, в общем, не такая большая была разница в количестве голосов, полученных партией Фитца и основным соперником ее, коалиции, прогрессивная Словакия, то, в общем, это только подтверждение того, что, да, нет единства по этому вопросу в словацком обществе. В результате мы имеем вторую страну вслед за Венгрией, которая выступит против оказания дальнейшей военной помощи Украине. Как вы считаете, насколько далеко идущие последствия вообще для коалиции стран, помогающих Украине, сейчас это будет иметь? Ну, Словакия, как и Венгрия, страны небольшие, арсенал вооружения у них не столь велик, хотя, конечно, Словакия, напомню, первой, к примеру, пообещала и предоставила Украине боевые самолеты, хоть и не очень новые еще советского производства. Есть множество других стран куда более мощных в военном отношении, которые не намерены прекращать помощь Украине. Это скорее будет иметь политические последствия, потому что скажется на общей обстановке, атмосфере в Евросоюзе в том, что касается помощи Украине. То есть Орбан, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, не будет чувствовать себя так одиноко на европейских форумах, когда будет речь заходить об этом вопросе. Там еще отдельный момент. То, что в Польше предстоят важные выборы 15 октября, и там расклад сил такой, что может оказаться решающим голоса партии и парламентские места, полученные партией и конфедерация, которая наиболее скептична по отношению тоже к вопросу оказания помощи Украине. То есть и там могут быть какие-то подвижки, хотя столь серьезных, как в Словакии, столь серьезных подвижек я бы там не ожидал. В Польше куда более единое общественное мнение по вопросу поддержки Украины, хотя и там обстановка в этом плане испортилась из-за кризиса вокруг экспорта украинского зерна. Моим собеседником был обозреватель Радио Свобода, историк и политолог Ярослав Шимов. В Варшаве вчера, то есть за две недели до парламентских выборов, о которых упомянул Ярослав, прошла массовая манифестация оппозиции. Эта акция получила название «Марш миллиона сердец». По оценкам варшавских властей, число участников демонстрации могло достигнуть миллиона человек. Ее уже называют «Крупнейшей демонстрацией в истории столицы Польши». Организатором «Марша миллиона сердец» стала крупнейшая оппозиционная сила «Эта партия гражданская платформа». Акция готовилась несколько месяцев, и в тот же день, 1 октября, в Катавице, на юге Польши, прошел съезд правящей правоконсервативной партии «Право и справедливость». В нем участвовали около 10 тысяч человек. Организаторы назвали этот съезд «Крупнейшим съездом в истории польской политики». Мой собеседник, живущий в Варшаве, политолог Виталий Цыганков. Виталий, в Польше скоро парламентские выборы, это мы знаем, но все-таки как удалось организовать такую масштабную акцию в преддверии голосования? Под какими лозунгами собрались люди? Действительно, организаторы этого марша «Миллионы сердец» заявляют, что в нем принял участие тот самый миллион граждан Польши, которые собрались в Варшаве. Конечно же, это уже оспариваются независимые подсчеты. Говорят о том, что было 500, 600, может быть, 700 тысяч. А, конечно же, правящая партия заявила, что в этом марше оппозиции участвовало только 60 тысяч человек. Ну, еще нужно отметить, что Варшава сама, она, безусловно, оппозиционна нынешней коалиции. И Варшава, где живет чуть менее двух миллионов человек, ясно, что приехали люди со всей страны, но большинство жителей Варшавы, они поддерживают именно оппозицию, именно гражданскую платформу Дональда Туска. Ну, и в любом случае, сейчас, конечно, идет война интерпретаций, но, видимо, все-таки массовость этого митинга говорит сама за себя о том, что оппозиции удалось собрать такое большое число. Тем не менее, социология показывает, что пока все-таки именно правящая право и справедливость лидируют по опросам социологическим за нее, готовы проголосовать около 35% граждан Польши, а за оппозиционную гражданскую коалицию Туска 27%. Так что и власть, кстати, Варшаве тоже принадлежит оппозиции, и большинство симпатий принадлежит оппозиции. Вот этим и можно объяснить такую массовость этого марша. Ну, а какие лозунги выдвигались? Прежде всего, лозунги, они как раз соответствовали той политической борьбе, которая сейчас ведется между двумя основными политическими силами, это за Европу, это против наиболее таких скандальных действий правящей партии, против того, что они, как считает оппозиция, лишают независимости суды польские, они лишают независимости польские государственные средства массовой информации, ну и они вообще проводят диктатуру. Можно сказать, что сейчас напал этой конкурентной борьбы на выборах настолько силен, что оппозиция обвиняет ПИС, право и справедливость в диктатуре, даже в тоталитаризме, что вызывает, ну и ровню, например, у тех там россиян или белорусов, которые живут в Польше и которые на это отвечают, что не видели бы настоящий авторитарный режим и тем более диктаторский. Ну а правящая партия обвиняет именно оппозицию вне самостоятельности, в то, что она продаст Польшу, так сказать, либо Западу, либо России. Вообще будет ли Польша, так говорил на съезде правящей партии премьер Матеуш Моровецкий, что это главный вопрос этих выборов. Да, стоит заметить, что в ответ на митинг правящая партия провела в южном польском городе Катавица свой съезд, в котором участвовало около 10 тысяч человек. Это как раз-то тоже был самый массовый съезд политической партии в истории Польши. Вот массовым съездом они ответили на самый массовый митинг в истории Польши. Ну и такая вот борьба говорит о том, что, как заявляют многие польские журналисты, политологи, никогда, несмотря на самое яркое противостояние этих партий, не было, ну такого, скажем так, горячего периода избирательной кампании, не было такого уровня обвинений, такой риторики агрессивной и такой риторики, которая обвиняет друг друга. Поэтому действительно многие в Польше согласны с тем, что на этих выборах будет решаться судьба страны. Варшавскую акцию «Марш миллиона сердец» и съезд правящей сейчас в Польше партии «Право и справедливость» мы обсуждали с живущим в Варшаве политологом Виталием Цыганковым. Вы слушаете информационный дайджест «Премя свобода». Сегодня понедельник, 2 октября. Темой выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Конгресс Соединенных Штатов принял в конце прошлой недели временный бюджет, предусматривающий финансирование федеральных ведомств на 45 дней. В этот бюджет не вошли средства на помощь Украине. Непринятие государственного бюджета США до 1 октября привело бы к так называемому «шатдауну» или закрытию правительства, прекращению финансирования федеральных органов власти и их программ. Чтобы избежать этого, в последний момент был найден временный компромисс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в воскресенье заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели. Вот что Джо Байден в частности сказал. Несмотря на то, что спикер палаты и подавляющее большинство в Конгрессе неизменно поддерживают Украину в ее усилиях защититься от агрессии и жестокости российских атак против женщин и детей, а также военных, в нынешнем бюджетном соглашении финансирование Украины не предусмотрено. Я не верил, что мы можем себе позволить оставить миллионы американцев с проблемами, которые влечет шатдаун. Но давайте внесем ясность. Я надеюсь, друзья мои, что другая сторона сдержит свое слово о поддержке Украины. Они говорили, что собираются поддержать Украину отдельным голосованием. Мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить, чтобы американская поддержка Украине была прервана. Это был президент США Джо Байден. Интересно, что пока западные эксперты ожесточенно спорят, продолжат ли Соединенные Штаты оказывать помощь Украине и в каких объемах удастся ли республиканцам и демократам преодолеть разногласия по этому поводу и когда. В Министерстве иностранных дел России не сомневаются, что американская военная помощь Украине продолжится. Вот что сказал сегодня по этому поводу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Они будут продолжать поддержку. Нам не надо думать, что от этого что-то меняется. Это просто шоу на публику. Это как бы трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиентов в Киеве не меняется. Межпартийные дрязги сами по себе. Поддержка сама по себе. Найдут они деньги. Ну что же, если заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорит с такой уверенностью, то деньги на помощь Украине у американского конгресса, видимо, действительно найдутся. Вы слушаете время свободы. Ситуация в Нагорном Карабахе остается в центре внимания мировых СМИ. В регион впервые за 30 лет приехала миссия ООН. Она была допущена только после того, как Карабах покинуло практически все его армянское население. Это более 100 тысяч человек, половина которых сейчас находится в местах временного размещения. Ереван обвинил Баку в этнических чистках. В Баку эти обвинения отвергают и обещают соблюдать права карабахских армян. Сообщается о так называемых интеграционных переговорах между Азербайджаном и лидерами Нагорного Карабаха. На ближайший четверг назначены переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые состоятся в Гранаде. Некоторые высокопоставленные лица из бывшего правительства и военного командования Карабаха были задержаны азербайджанскими властями и среди них миллиардер Рубен Вартанян, который несколько месяцев был главой правительства Карабаха. Вартанян – инвестиционный банкир, построивший карьеру в России. Он основатель школы Сколково, известен рядом благотворительных проектов. В Армении, среди прочего, им построены самые длинные в мире, реверсивная канатная дорога крылья Татева, ведущая к знаменитому Татевскому монастырю, а также международные школы в Дилижане, где учатся студенты из 50 стран. В прошлом году Варданян объявил о выходе из российского гражданства в знак протеста против отсутствия поддержки Армении со стороны России. Насколько сложившийся вокруг Варданяна имидж бизнесмена-филантропа, пожертвовавшего своими свободой и активами ради интересов Армении и Карабаха, соответствует реальности. Вот что об этом говорит журналист-расследователь Михаил Моглов. Много изразов в ряст повторяется вот эта мантра про то, что Рубен Варданян отказался от бизнеса в России и переехал в Нагорный Карабах, он никуда не переехал. Говоря про его российский бизнес, надо говорить в настоящем времени, потому что значительность части своих бизнес-активов, которые у него были до переезда в Нагорный Карабах, они, в общем-то, полностью сохранились. Часть этих активов он переписал на номиналов, и это видно по коммерческому реестру, частью активов он продолжает владеть лично. Здесь стоило бы выделить из существующих ныне активов то, что Рубен Варданян вместе со своим партнером владеют значительной частью акций завода КАМАЗ. Если я не ошибаюсь, у них в руках вместе находится порядка 20%, но это надо цифру уточнить. Основным акционерам завода КАМАЗ около 49% акций принадлежат российской государственной корпорации «Ростех». Очень близкой для Рубена Варданяна, потому что Рубен Варданяна, конечно, не очень корректно называть бизнесменом, потому что просто какой, собственно, у него бизнес. Многие, конечно, скажут, что у него бизнес «Тройка диалог» компания, но «Тройки диалог» у него давно уже нет, и, в общем-то, «Тройка диалог» тоже отметилась не самыми благовидными вещами с точки зрения бизнеса. Рубена Варданяна правильно называть приближенным финансистом главы госкорпорации «Ростех» и, собственно, окружения господина Чемизова, потому что долгие-долгие годы он обслуживал именно их интересы, он отмывал их грязные деньги, на которые покупалась недвижимость в Европе. То есть это уже там расследованные моими коллегами факты. «Тройка диалог» участвовала в отмывании денег, путинских денег, которые номинально направлялись на счета виолончелиста Ралдугина друга Владимира Путина. Поэтому это вот такой приближенный. Более того, можно вспомнить деревню Акулинина, где, собственно, у Варданяна дом, такой закрытый поселок для абсолютно топ-элиты, где дом у Сергея Чемизова, где дом у его правой руки Артикова, где дом у Владимира Якунина. Поэтому я бы не стал говорить про бизнес Варданяна, так называемый бизнес в России, в прошедшем времени. Но еще один эпизод расследовала команда Алексея Навального, тоже немаловажно. У Рубена Варданяна был бизнес с супругой главой Татарстана, а именно в Татарстане находится в том числе завод КАМАЗ. И они доказали, что Рубен Варданян передавал взятки президенту Татарстана Миниханову в довольно приличных масштабах. И последнее, конечно, по крайней мере, по мнению, маловажное, Рубен Варданян продолжает контролировать. В свое время он инвестировал в компанию Antichlab. Там его бизнес-партнер, ключевой Бройдман, до сих пор сидит в совете директоров в Antichlab. В Antichlab до июня 2022 года в совете директоров сидел Василий Бровко, это муж Кин Канделаки, это ближайший соратник Чемизова, человек, который контролирует значительную часть медийной среды. Собственно, Канделаки была одна из первых, кто сообщил об аресте Варданяна. И Ростех также является соинвесторами в этот проект. Чем занимается компания Antichlab? Antichlab – это одна из трех ключевых компаний, которые занимаются в России, в частности в Москве, созданием цифрового ГУЛАГа, распознаванием по лицам, отслеживанием. И, как вследствие, преследованием несогласных с режимом Владимира Путина. Я не знаю ничего по поводу финансов его в Нагорном Карабахе, зачем он там был. Я вполне себе верю в его искренность, в том числе, почему он был там. Но в целом, конечно, мне кажется, у нас часть российской публики, знаете, как видит человек, даже если что-то делает искренне, начинает из него лепить такого святого человека, рассказывая про то, как он много жертвует, про то, что у нас выясняется, что у нас Варданян – это не человек, который для российской элиты отмывал деньги и был личным финансистом. А это у нас филантропы и, оказывается, благотворитель. Но как бы состоит вопрос, откуда деньги. Я уверен, что Сергей Чемизов, президент Атарстана Миниханов и Бравко точно будут принимать участие в суде Варданяна, потому что это их текущий бизнес-партнер. Человек, в том числе, который много знает про их личные активы. Эта дружба и партнерство, связанное с грязными деньгами, длится уже довольно давно. Я в этом смысле не сомневаюсь в их порядочности и своего партнера они не бросят. Это был журналист-расследователь Михаил Моглов. Интервью с ним записала моя коллега Любовь Чижова. Ну и, назовем это, короткое литературоведческое исследование напоследок. В конце прошлой недели на Красной площади в Москве состоялся концерт, посвященный Дню аннексированных территорий. По-другому я его назвать не могу. Путин этот концерт своим присутствием не почтил. По телевидению его не показывали, но по социальным сетям разошлись записи фрагментов. И вот самая популярная из них. Всюду головастики, в мозги молодняка. Въедряя свастику, из-под тяжка дела свои дворя. Привоздася бандеру упыря. И стали мальчики ходить под носом усики. И стали девочки носить потоньше трусики. Как я узнал, автор этого проникновенного стихотворения, поэт, более того, баснописец Влад Маленко. Автор басен «Вороны и лисица 2», «Крабы в бане», «Крот в запое», «Манекенщица-коза», «Скунс-вонючка», «Енот на кладбище», «Гламурная креветка», «Ежи скинхеды», «Хомяк-депутаты» и других. У автора есть интересные находки. Вот цитаты. «Однажды крот полуслепой ушел в классический запой». Другая цитата. «Директор кладбища-енот купил хоккейную команду и заявил, ступив на лед, в гробу мы видели Канаду». «Один хомяк был избран депутатом за то, что лучше всех ругался матом». И еще одна цитата. «Обслюнявив банный полок, осьминог-политтехнолог говорил вспотевшим крабам, вам бы браться все по жабам». Вообще, рифма полок-политтехнолог, к примеру, весьма оригинальна, но на Красную площадь баснописец Маленко вышел с рифмой «Усики-трусики украденной», если не сказать спертой. Помните мультик советских времен «Комаров» про непослушного, но доброго сердца мальчика, сбежавшего из детского сада ради новых приключений? Вот послушайте. У таракана усики, у мальчуга на трусики. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова